Год был ярким, но непростым. Посмотреть хотя бы на выборы губернатора Приморского края. Руководитель у региона появился под Новый год. Мой коллега вспомнит, как это было. Безусловно, главное политическое событие года в Приморье – выборы губернатора. Под самый конец 2018-го в регионе завершилась затянувшаяся избирательная кампания, и край обрел избранного главу. Безоговорочная победа Олега Кожемяка случилась уже в первом туре выборов при высокой явке населения и народной поддержке в 62%. Хочется, чтобы застой закончился и началось движение вперед. И исполнить свой гражданский долг, в конце концов, выбрать губернатора. Наконец-то. Сколько можно уже без власти быть? Легитимность голосования контролировала целая армия наблюдателей. От одной только общественной палаты Приморья – более полутора тысяч человек. Плюс наблюдатели от кандидатов и политических партий. А если добавить сюда и десант федеральных экспертов, то станет очевидным – у этих выборов не было ни малейших шансов на непрозрачность. Внимание очень высокое, и это, я думаю, задает хороший тон, дисциплинирует и участников кампании, и саму избирательную систему. Примечательно, что Олег Кожемяка оказался единственным из всех претендентов на губернаторский пост, кто провел такое количество встреч с населением. Он объехал все районы Приморья и более трехсот раз вел многочасовые диалоги со своими земляками. Подробно и на местах знакомился с волнующими людей проблемами. Находил пути их решения. Придется, конечно, много работать всем, но это работа во благо Приморья, во благо жителей, во исполнении тех наказов, пожеланий, искорения тех проблем, которые были в Приморье, допущены в последнее время. Поэтому вместе со всеми проделана большая работа в течение этих двух месяцев, и уже сформирована и картина, и понимание этих проблем, которые есть, как их нужно решать. И, безусловно, мы будем работать все вместе, мы будем, безусловно, обновлять и потенциал, команду. Олег Кожемяка подчеркивает, власть должна защищать интересы приморцев, и в уходящем году для этого удалось на федеральном уровне получить мощную финансовую поддержку. Только на строительство сооружений для защиты края от вечной беды, наводнений, выделено почти 4 миллиарда рублей. Дамбы возведут во всех районах Приморья, которые подвергаются сезонным затоплениям. И эта работа началась еще в текущем году. Было принято решение очистить русло реки Раздольной. Вот здесь располагалась раньше коса, которая в виде струи направляющей шпоры отводила воды реки Раздольной прямо в берег населенного пункта. Принято решение, выделены деньги на то, чтобы эту косу убрать и устроить временное сооружение, которое позволит защитить людей от разлива, не дай бог, в следующем году реки Раздольной до того же уровня. Успешный проект, который запущен в уходящем году по инициативе Олега Кожемяка «Приморская рыба». В супермаркетах появилась рыбопродукция по сниженным ценам. Вся моя семья любит рыбу. Уже не раз я здесь покупала горбушу, она даже иногда попадается с икрой, что тоже немаловажно. Муж ее засолил. И также мы очень любим кальмар готовить. Цена очень привлекает. Конечно, это низкая цена. У нас такой еще цены не было в городе на рыбу. Вот как на вага, вот эти цены, которые показывают. Это первый раз такие цены. Не меньший отклик у приморцев нашел и проект по благоустройству населенных пунктов. Изначально программа называлась «400 дворов». Но заявок от населения стало поступать такое огромное количество, что число объектов увеличили до тысячи. И это не предел. Программу решили сделать долгосрочной. Если место будет облагорожено по этой чудесной программе, то там не только будут заниматься, проводить маленькие детки, так же и бабушки, мамы. Владимир Клюшников, Панорама.